День города в этом году отметили в особом формате. Мы бы сказали, в особенном. Атмосфера единения, теплоты и патриотизма, фестиваль русской культуры, приуроченный к главному событию лета, был именно об этом. Нет тебя, ральней и милей! Разнообразные развлекательные программы, выступления творческих коллективов, возможность научиться столярному делу, выпить горячего чая с вареньем и с добой, да и просто отдохнуть. Кто был, тот знает. В парке проводят множество мастер-классов, работает ярмарка, организовано много арт-локаций, и вы можете погрузиться в настоящую русскую атмосферу и полежать на сеновале. Активности были не только в Щелковском парке. У Центрального дворца культуры организовали спортивное ядро – цигун, бокс, шашки, армрестлинг, перетягивание каната, игра в дартс. Глава округа Андрей Булгаков вместе с министром спорта Московской области Дмитрием Абареновым и депутатом Государственной думы Александром Толмачевым прошли по всем локациям фестиваля. За значительный вклад в социально-экономическое развитие города заместитель главы нашего округа Дмитрий Толмачев наградил отличившихся жителей. Он также вручил первые паспорта юным щелковцам. Пришел поздравить город и владелец усадьбы Гребнева Андрей Ковалев. Он преподнес жителям творческий подарок. Посмотрите, сколько людей. Все довольны. Значит, бесплатно. Тут и какие-то лабиринты из сенок, и какие-то тут гольчуги куют, и шлемы мечами друг друга там стучат. Ну, в общем, реально интересно для детей, горки, чего только нет. Этот вечер объединил сердца и двух влюбленных. Щелковский пожарный Василий после того, как вернулся с вызова, сделал своей девушке предложение прямо на сцене. Она сказала «Да». Завершением дня стало выступление заслуженной артистки России Юлии Чечериной. Ее песни о вечном, любви и дружбе, и, конечно, о дне сегодняшнем. Все зрители пели и давно знакомые песни. На лицах людей и улыбки легкая грусть. Русская душа. Что тут скажешь? Мария Синина, Анна Наприенко, Сергей Василевский и Игорь Поляков. Щелковское телевидение.